Всем привет ребят, с вами я Диана и в этом видосике у нас с вами рубрика новости, но перед началом этого видео подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из роблокс и ты не знаешь что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpads.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери, меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается ну очень просто, а главное быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на starpads можно покупать или продавать предметы из роблокс выгоднее чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по роблоксу starpads будут в закрепленном комментарии и в описании. В этом видосике я вам расскажу про пару обновлений, которые совсем скоро появятся в адот.мид, так что смотрите это видео внимательно и до конца. Давайте, ребята, сразу пойдем в твиттер наших разработчиков и посмотрим, что же новенького они нам там показали. Вот, ребята, первый твит, который наш разработчик написал 2 мая. Давайте же с вами быстренько все это переведем. Они написали, ожидайте обновления в ближайшие месяцы для Adopt.me, которого раньше никогда не было на платформе роблокс, грядут большие дела. Ну и, ребята, этот-то пост был 2 мая и давайте я вам покажу пост, который выложили 12 часов назад. Я была просто в шоке. Ну вот, ребята, наш разработчик 12 часов назад выложил вот такой вот пост. Посмотрите, ребята, что это. Это какая-то канализация или что это там вот вдали, как будто это дом у нас какой-то будет, либо же это в каком-то здании будет такая локация. Я точно не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я просто не могу вспомнить, в каком здании есть такие вот обои, такие стены. Напишите в комментариях, в каком это здании. Возможно, это, скорее всего, новое здание. Либо же дом, как я уже сказала, там будет вот такой вот спуск в подвал и канализация. Ну вот, ребята, это свежие посты от наших разработчиков, теперь давайте поговорим про следующее обновление, которое совсем скоро появится в Адопт.Ми. И, конечно же, ребята, это обновление нашей самой локации в Адопт.Ми нашего города, там появится у нас работа, парикмахерская и многие другие здания, давайте все это посмотрим. Ну вот, ребят, смотрите, я сама лично заходила на официальный тестовый сервер, можете посмотреть мои видосики, там где-то месяц назад я его выкладывала. И вот, смотрите, вот такое вот разветвление дорог, и там стоит у нас два новых здания, и подальше тоже стоит еще одно новое здание. Ну и вот, ребята, эти два здания парикмахерской и еще какое-то рядом здание, туда просто нельзя было зайти, не знаю, что именно там будет, но, возможно, какой-то магазин цветов или еще что-нибудь, не знаю. Также вот, я заходила внутрь этого здания парикмахерской, вот, ребят, видите, значок фена, получается, мы все в этих формах, тут стоит ванная, тут мыть питомчиков, красить стричек, там еще так далее, изменять техни и цвета. Ну, в общем-то, если хотите посмотреть, что там и как полностью, то можете посмотреть мое видео, зашла на тестовый сервер Adopt.me, оно было месяц назад, полистайте мой канал и посмотрите. Ну, а если вы не верите, что это правда, вот, ребят, скрин из твиттера от нашего разработчика нам показывает эту локацию. Также вот еще, что я вам хочу показать, это тоже новая локация, посмотрите, ребята, эта локация вообще выкладывала наш разработчик более двух лет назад, но ничего такого не было в Adopt.me. И посмотрите, ребят, возможно, по этой дороге, как бы когда там разветвление двух этих, когда я вам показывала, где парикмахерская, там будет вот этот вот проход, и через вот это будет идти вот этот мост. Скорее всего, так оно и будет, и разработчики нам сделали такое масштабное обновление, потому что они в начале, я вам тоже показала, они написали, ждут большие изменения у нас на карте, что такого в Роблоксе никогда не было, ну. Ну вот и еще парочка фотографий с этой локации. Ну, в общем, ребята, вот, возможно, именно такое обновление у нас появится в ближайшее время, потому что, как бы его не выложили, а два года назад это все проектировалось, и просто так оно останется, не думаю, конечно же. И так, что, ребят, с этой парикмахерской, скорее всего, выйдет, и это самое обновление с этим разветвлением дорог и так далее. Также, ребят, хочу немножко сказать про обновление обезьян, еще нет никакой информации абсолютно, разработчики ничего нам не говорят, но, как бы, есть такие намеки на обезьян, потому что они, когда выкладывали новую одежду, там абсолютно были везде обезьяны, ну, то есть, возможно, обезьяны-то все-таки у нас и появятся. Ну, а если именно ты не хочешь пропустить всех новостей про наше обновление, то обязательно подпишись на канал, если еще не подписан, поставь лайк, напиши комментарий и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все самые годные новости про наше обновление. Ну, а если именно ты досмотрел этот ролик до конца, то я разыгрую райдельку среди вас, кто досмотрел этот ролик до конца. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, что вы досмотрели ролик до конца и пишите ваш ник, и что вы участвуете в конкурсе на райдельку. Результаты я проведу в следующем видосике через день или через два дня, так что, ребята, ждите. Продолжение следует... Продолжение следует...